Всем болельщикам московского локомотива большой привет с РЖД арены прямо сейчас, прямо сегодня будем обсуждать все, что происходит с локомотивом после Кубка России и что, конечно же, как команда готовится к матчу с Химками. Вот она уже разминается за нашими спинами, совсем скоро начало встречи, ну и, конечно же, я напоминаю, что РЖД генеральный спонсор футбольного клуба локомотив Москва, ну и давайте посмотрим перед тем, как начнем расписание тура, турнирная таблица, чтобы немножечко освежить память, что сейчас происходит в российской премьер-лиге, седьмое место у локомотива, но еще впереди достаточное количество матчей и, в принципе, все еще можно поправить, если какие-то результаты или очки недобраны, то их можно добрать и самое время начать, в принципе, с сегодняшнего дня. Итак, расписание 20-го тура тоже на ваших экранах, ЦСКА уже выиграл у Нижнего Новгорода, но вся большая программа этого тура еще впереди, локомотив с Химками открывает игровой день сегодняшний, ну а было бы странно, если бы только я один сегодня разговаривал обо всем, что связано с локомотивом, рядом со мной человек, который становился серебряным призером, бронзовым призером в составе локомотива, также выигрывал Кубок России в составе локомотива, это Олег Вячеславович Елышев. Олег Вячеславович, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Рад вас видеть очень и хочется верить, что кто-то из ваших воспитанников очень скоро тоже будет здесь защищать честь локомотива. Ну, один из них есть, это Рифат, который был у меня, когда ему еще было там 10-11 лет, вот, пожалуй, что он играет за свой клуб, грубо говоря, так сказать. И в стартовом составе сегодня? И не только сегодня, но и в том году, и в первом круге он играл, и забивал, и отдавал, чему я очень рад. Желаю ему также продолжать, еще больше забивать и радовать и себя, и болельщиков локомотива, и РЖД, как спонсора, обязательно. Все правильно, абсолютно верно. Давайте сейчас, перед тем, как перейдем к обсуждению всего футбольного, немножко перенесемся в межсезонье. В межсезонье были некоторые трансферы, причем как на вход, так и на выход, поэтому давайте их вспомним. Итак, кто пришел в локомотив? Это три фамилии, и все они сегодня тоже в стартовом составе. И Кухта, и Зидор, и, собственно говоря, Мамбаси. Все втроем в стартовом составе, но ушло достаточное количество людей. Федор Смолов, Мурил, Залуиш, Лисакович. Интересно, что и Смолов, и Лисакович забивают сразу за свои новые команды. Лисакович, так вообще четыре мяча, а Смолов два? Да, да. Ну, видимо, попал в команду, и у него пошло. Это такое бывает. Новую команду надо себя показывать. И поэтому тоже за него рады, потому что он, как и был в локомотиве, и тоже здесь некоторые игры очень хорошо себя проявлял. Сейчас показывают это в Рубине, дай бог ему здоровья. Также и Федя Смолов, который тоже молодец, и забивает, и отдает. То есть все они пришлись ко двору в других командах. Но это не умаляет, это локомотив, как бы делегировал, и уже пусть будет за другие команды. Но у нас есть свои ребята, которые пришли. Будем на них смотреть, будем надеяться, что те трансферные покупки, которые сделал клуб, я думаю, они оправдают свою надежду. Вы сказали, дай бог здоровья ребятам. Кстати, по поводу дай бог здоровья, мы желаем здоровья Дмитрию Вячеславовичу Ласкову. Да, 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 Димке огромное здоровье, пусть выздоравливает как можно быстрее. Уважаемый человек, мы играли вместе с ним, и против друг друга играли. Я его очень хорошо знаю, огромное ему здоровье, и чтобы быстрее приходил в строй. Так, ничего страшного с Дмитрием Вячеславовичем не случилось. Просто немножко приболел, сегодняшний матч пропускает. По этому поводу сегодня будет Марвину Копперу помогать Олег Пашинин. Тоже Олегу удачи большой. И давайте немножко вспомним все-таки то, что не очень, наверное, приятно вспоминать. Это матч с Енисеем. Пробежимся по тому, что произошло. Некоторые моменты сейчас увидите вы на своих экранах, а мы постараемся разобраться, в чем была проблема. Все-таки первый матч после сборов уехал Гиздаль, который команду готовил. Что можно назвать причиной того, что мы увидели? Почему так получилось? Ну, знаете, наверное, бывают такие игры, бывают. Они у всех команд бывают, что ты не забиваешь, а тебе залетает все, что бьется в сторону ворот, а не все залетает. Понимаете? Ну, бывают такие моменты, это надо просто пережить. В этом нет. Я не вижу в этом ничего страшного. Я еще раз говорю, ну, первый гол, как говорится, футболист бьет через себя. Я считаю, как говорится, неудобно тебе, неудобно вратарю. Ударил через себя, попал, изумительно попал. Потом пенальти, знаете. И все это покатилось, знаете. Одни немножко не могут понять, почему у них залетает, а у нас нет. Это немножко, как бы... Выбивает из-за равновесия. Выбивает, да. И не можешь понять. И собраться очень тяжело после этого. Как бы есть моменты, а не можем забить. Я думаю, это надо просто пережить. В этом нет такой большой трагедии. Конечно, хотелось, чтобы локомотив прошел дальше по сетке. Ну, бывают такие моменты. Надо просто, я считаю, надо забыть и идти с позитивом вперед. Ну, хочется верить, что так и будет, на самом деле, что все-таки в чемпионате сейчас локомотив свое возьмет. Ну, а для вас, уважаемые зрители, есть специальные такие плюшки, что называется, от компании FONBET. В виде бонусов 2000 рублей в приложении при регистрации по промокоду FCLM. Это важно. Ну, и актуальные коэффициенты на этот матч. Здесь мы с Олегом Вячеславовичем сейчас вдвоем погадаем, почему так. Итак, FONBET. Давайте смотреть. На победу локомотива сегодня коэффициент от FONBET 1.85. На то, что забьет гол Кухта, коэффициент 2.3. На то, что Изидор 2.5. И вот самое интересное. Коэффициент на то, что игрок локомотива попадет в штангу или в перекладину. 3.35. Ого. То есть можно так прилично улучшить себе жизнь в эти непростые времена. Но я все склоняюсь к тому, что Кухта забьет сегодня. Вот это мне кажется, да, это более вероятно, что он и забивал и на сборах. Хотелось бы, чтобы не только на сборах, но и в официальной игре он забьет. То, что в штангу, я бы... Рискованная история. Рискованная. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я бы тоже бы это поставил, как бы сказать. Ну, хорошо. Вам, в общем, решать. Пожалуйста, коэффициенты мы озвучили. История про Химки. Давайте немножко поговорим про Химки. Так получается, что локомотив в последнее время почему-то как раз с уцентрами теряет определенное количество очков. Химки не так просто прошли прошлый матч. Вот, пожалуйста, мы видим, что локомотив проиграл Ростову, локомотив проиграл Арсеналу, 0-1 Уралу. С теми же Химками в первом круге 0-0. Да. Поэтому с чем это может быть связано? Команда совершенно не та, про которую можно сказать, что она недонастраивается. Нет, такого нет. И всем тем командам, которым локомотив как бы проиграл, они все в нижней части турнира таблицы как бы бьются от ножа. Может быть. Хотя я не умоляю эти команды, они достаточно квалифицированные. Что-то, я говорю, в каких-то играх что-то, чего-то не хватало. Например, я смотрел здесь с Уралом игру, когда проиграли 1-0. Но это, опять же, какое-то стечение, какое-то несчастье это было. Знаете, я говорю еще раз, бывают какие-то игры такие с Химками. Там достаточно опытные ребята, очень опытные ребята. И молодые, и есть игроки, которые в сборной поиграли, и в других командах. Тот же Глушаков и в локомотиве, и в Спартаке был, и Жирков, Юра. Знаете, сегодня будет очень интересная игра. Еще раз говорю, хотелось бы, чтобы первая игра второго круга, локомотив, начал с победы. Так как мы первую игру пропустили по обстоятельствам. Да, по обстоятельствам с Краснодаром перенесен. Да, немножко, да, по обстоятельствам. Но рано или поздно мы все равно с ними сыграем. Ну, а сегодня домашняя игра с Химками. Хотелось, чтобы она началась с победы. Пусть она будет некрупная, но хотя, как говорится, лучше выиграть 1-0, 2-1. Но главное, чтобы на один мяч мы забили сегодня больше. Ну, в принципе, это прогноз. Уже можете записывать за Олегом Вячеславовичем. Напоминаю, что ООО «РЖД» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив» Москва. Ну и, наверное, еще чуточку про Химки. Матч с «Динамо» тоже из рук вон плохо. Вот мы сказали, что у «Локомотива» просто какое-то несчастье случилось с Енисеем. А вот у Химок с «Динамо» в чемпионате 0-3. Две красные карточки. Плюс дисквалификация Мирзов получилась. Сегодня троих футболистов нет из-за дисквалификации. Я думаю, что здесь, на мой взгляд, такая ситуация, потому что пришел Сергей Юран, который всегда славится такими настроями на команду, что люди, может быть, чересчур хотят сыграть, и немножко у них это перехлест пошел. Одна же там красная, вторая красная, знаете, перехлест пошел. Плюс, конечно, «Динамо». Это «Динамо» как бы набрала еще ход в первом круге, знаете, и вот им надо было забить. Они забили и потом по накатанно пошли. Но это, опять же, не умаляет игру Химок. Очень опытные ребята. Сегодня, я думаю, мы это все увидим. Увидим, да. Ну, бывают такие игры. Им нужны очки. Уже мало кто будет смотреть на игру, на рисунок игры. Я думаю, сейчас все будут биться за очки. Учитывая, что Химки не выигрывают в российской премьер-лиге уже целых 8 матчей, при этом последняя победа была 17 октября с «Ахматом» 2-0. То есть, ну, действительно, если есть желание остаться в высшем дивизионе российского футбола, нужно начинать играть. Ну, не сегодня. Хотелось бы не сегодня. Не хотелось бы. С этим сложно спорить. Давайте посмотрим, кто будет этому противостоять. Смотрим стартовый состав московского «Локомотива». Сегодня есть изменения по сравнению с матчем с «Енисеем». Их три и в самых разных линиях. Вот давайте разбираться. Ну, я так подозреваю, что вот схема верная, да? 4-4-2 Барина в центре обороны, потому что больше здесь из присутствующих некому. Ну, схема, я думаю, ее, наверное, и наигрывали на сборах. Может быть, какие-то другие сочетания были в каких-то играх, но она, в принципе, была прогнозируемая. Посмотрим, посмотрим, как это будет все выглядеть на футбольном поле, потому что на картинках всегда все красиво. А как это будет вживую, посмотрим. Что важно отметить, да, это вот новая фотография, главный тренер Дмитрий Ласьков. Ну, пока исполняющий обязанности, но в любом случае Дмитрий Ласьков уже появляется на графиках. Это важно еще раз отметить, еще раз здоровье, Дмитрий Вячеславович. Я бы хотел бы сегодня пожелать Олегу Пашинину, как он и сегодня исполняет, удачи, и чтобы его сегодняшняя эта игра в качестве исполняющего обязанности была положительной. Я на что надеюсь и желаю ему всеобщей поддержки, так же, как и всей команде. Локомотива, как вы считаете, есть вообще, вы, может быть, в бытность игрокам, когда выходили на поле, есть удобные соперники, неудобные соперники для клуба и для футболистов персонально? Ну, конечно, такие были команды, все-таки статистика, она показывает и приходит, и всегда такое есть. Есть удобные команды, когда ты их, даже если ты не очень себя хорошо чувствуешь, всегда их обыграешь. Бывает неудобно, это уже в силу обстоятельств такие, очень тяжело бывает там, закрываются, их надо как-то взламывать оборону, бывает такие. А сегодня, как вы думаете, будет такой момент, что нужно будет взламывать, что химки закроются? Вот сегодня будет, наверное, скорее всего, такая игра, которой придется очень тяжело взламывать. Плюс этот груз губковой игры, он все равно в голове будет сидеть. Первые 15-20 минут покажут, как вот Локомотив будет выглядеть, вышел ли он из этого состояния. Я почему сказал про удобных и неудобных соперников, потому что Локомотив не выигрывал в последние два матча у химок, ну, опять же, вот 0-0 в первом круге, да, и при этом 2-3 проиграли в 21-м году. Плюс красную карточку тогда Гильермо еще получил в первом круге. Ну, это бывает. Никак не связано. Надо оставить это все за бортом. Давайте просто сегодня посмотрим, и поддержим наш футбольный клуб, Локомотив, с хорошей точки зрения. Уже негатива очень много, льется и льется, и льется. Ну, давайте немножко поддержим команду. Здорово, что у Локомотива всегда есть люди, которые готовы, вот что называется, повести за собой, потому что не в каждом коллективе, не в каждой команде есть человек, который, там, возьмет лидерство в свою руку. Я думаю, что это как раз есть. Димка Баринов должен. Да, я... Должен, он должен повести. Тот же Рефан Джумалегинов должен повести за собой. Пусть он... Ну, он готов к этому. Я думаю, что он готов к этому лидерству. Двое, трое. Те же опытные Рыбус должен повести тоже за собой. Но есть ребята, которые должны показать своей игрой, своим характером, подсказом. Я думаю, они должны еще не показать, что давайте, ребята, все вместе объединимся, нам нужна победа вот сегодня. Что про Даню скажете Худякова? Да молодец, мальчик. Молодец, молодец. Не хватает этого, ну, то, что он показывает. Молодец, прогрессирует. Фу-фу-фу-фу дальше, чтобы так же и продолжалось. Молодец. Постараемся, будем надеяться, что он сегодня сыграет на ноль. Да, это очень важно, в том числе именно потому, что молодой футболист. Это уверенность, да? То есть... Да, ну, те же ребята, которые постарше, его должны тоже поддерживать. Просто, ребят, хороший, хороший воротарь, хороший парень, достойный. Поддержать его, если даже что-то где-то у него будет не получаться. Опять же, только поддержка, и тогда будет все хорошо. У Химок сегодня по потерям Даггерстол, Мирзов и Анван. Это все, кто получили красные, ну, красные и желтые карточки. Из-за диктулификации матч пропускают. При этом есть еще травмированный Мамаев. То есть, в том числе сегодня у Юрана, мягко говоря, проблемы с составом. То есть, есть ли смысл Локомотиву с первых минут прям вот бежать в атаку, забивать быстрый гол? Ну, я вот не знаю, какая тактика, какую выбрал Олег Пашинин на эту игру тактику. Можно и так, можно и так. Но я думаю, что и та команда, и другая будут немножко осторожничать в начале игры. Потому что ошибка, она может дорого стоить по одной или другой команде. Все покажет, еще раз говорю, 15-20 минут. А по составу у Химок тоже боевой состав. Если там не хватает Лирзова или Мамаева, я не думаю, что их некому заменить. Там есть игроки, которые их могут заменить. Но на данный момент они, я думаю, не будут ни хуже выглядеть. А вот, кстати, про Жамаледдинова вы говорили и про лидерство, и говорили про то, что это один из ваших воспитанников, который сегодня в Локомотиве уже во взрослом играет. С ним как-то бывает, что переговариваетесь, общаетесь, что-то такое? Знаете, хотелось бы, но времени достаточно мало. У них свои, как бы я так понимаю, дела, и в команде, и где-то, может быть, еще. Хотелось бы, я думаю, время когда-нибудь наступит, мы увидимся, поговорим. Я буду чему этому очень рад. Может быть, будет повод поздравить его после сегодняшнего матча? Был бы только и... Просто я был бы счастлив, если бы он не мало того, что выиграл. Если бы он еще и забил, или бы отдал голевую передачу. Со Смолом у них получалось хорошо, травмы позади. Дай бог уже Маледдинова все получится. Ну а получится, будем надеяться, и у вас. Если вы зарегистрируетесь в приложении Фонбет по промокоду FCLM, получите 2000 рублей. Ну а коэффициенты, я вам сейчас еще раз напомню, актуальны. Итак, победа Локомотива, коэффициент 1.85. Тот факт, что Ян Кукта может забить гол, оценивается в 2.3. На Изидора ставят чуть выше 2.5. Ну и при этом, если вы уж совсем рисковый человек, то можете поставить на то, что игрок Локомотива попадет в штангу или в перекладину. И тогда коэффициент будет 3.35. Ну а пока гимн Локомотива, проникаемся атмосферой РЖД-арены. КОЭффициент будет 3.35. КОЭффициент будет 3.35. Ну что, все? ПЕСНЯ Олег Вячеславович, вот такой вопрос. Мы сказали про то, что Баринов переходит в центр обороны. Это, конечно, добавляет там опыта, уверенности и всего подобного. Про центр полузащиты интересно. Там Мартишвили и Бабкин. У кого из них какие будут больше задачи и нужно ли будет Баринову немножко так в опорную зону периодически им помогать подниматься? Я думаю, так оно и будет. Он будет как раз, мне кажется, вот этот фронт атаки, он будет регулировать. Так же, как и при обороне будут регулировать, кому отходить, кому выдвигаться вперед. То есть он будет как капитан, настоящий капитан будет это все регулировать. Хотелось бы, чтобы это все у него получилось и ребята под это подстраивались. Потому что его позиция, она, ну, очень значимая на данный момент. Плюс у него есть пас длинный, если это необходимо. Если я думаю, что в ситуации, которые будут требоваться, я думаю, он будет выводить, да. Хотелось бы, чтобы все получилось. Очень хочу, очень хочу. Чтобы все сегодня сложилось положительно. Атмосфера на первом календарном матче. Как вам трибун? Хотелось бы побольше народу. Хотелось бы. Но народ подходит. Мы видим, что все в шарфах. Я думаю, подойдут еще. И главное, чтобы они поддерживали свою команду. Поддерживали. Чему я желаю всем ребятам. Не смотрите вы на эти негативы. Всегда после тьмы идет солнце. Это хорошая фраза, кстати. Ну, вот это, наверное, важно в настрой, в голове иметь, что всегда после черной полосы должна быть белая. Обязательно. Как зебра. Бывает черная, потом белая. Хотелось бы, чтобы эта белая была бы потолще и подлиннее. Еще один момент. Интересно про судейство. Дело в том, что Артем Любимов, который сегодня главный арбитр встречи, всего лишь один раз встречался с Локомотивом. И при нем Локомотив выиграл. Есть ли такой момент, что когда арбитр часто работает на матчах одной команды, он там может кого-то запомнить, что этот вот там вредный, постоянно спорит. Вот это кто-нибудь еще такой? Не думаю, не думаю. Не думаю. Арбитров есть своя работа, он должен ее квалифицированно всегда работать. А то, что сегодня Любимов и Локомотив при нем выиграл, хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжилась. Да, но при этом при судействе Артема Любимова еще и были показаны две красные карточки и два пенальти, поставленные в ворота Химок. То есть здесь можно за уши любую статистику и перетягивать, раз она не расстраивает. Ну, получается, все сегодня на нашей стороне. Хотелось бы только теперь, чтобы это воплотилось. Да, давайте, может быть, поговорим немножко о Химках, в том числе о расстановке Химок, если есть у нас такая возможность. В любом случае, по составу, да, пробежимся. Жирков в старте сегодня, Глушаков сегодня в старте. Это из тех вот, про кого, наверное, все межсезонье мы, ну, всю эту зимнюю паузу трубили. Да, да, очень много говорили, очень много писали. Посмотрим, посмотрим, как они будут выглядеть все-таки. И, ребята, я бы не сказал бы вот это слово, возрастные, мне это не нравится, это слово. Не надо заглядывать в паспорт, посмотрите, что в Европе люди играют, какие вот, как они играют. Никто там в паспорт не смотрит. А то, что это квалифицированные, очень сильные футболисты, это всем известно. Как они сегодня себя проявят и покажут. Я думаю, многим и молодым ребятам, которые на трибунах и кто у телевизоров, будет интересно посмотреть на мастера. Это хорошие мастера. Сегодня, Локомотив, как вам кажется, мы поговорили о том, что нужно, наверное, будет посмотреть, что Химки предложат. Не потому что вторым номером, а потому что, ну, понять, если Химки так сразу возьмут оборону, то полетели. Если нет, то как-то нужно будет по ситуации, да, действовать? Я думаю, да. Все это, опять же, повторюсь, это первые 15-20 минут, это как раз вот. Они будут смотреть, кто как начинает, что они будут делать, кто-то будет прессинговать или наоборот, будут играть в позиционной защите, смотреть от игрока и играть на ответных атаках. Это все покажет игра. Сейчас мы можем только гадать, а что будет на самом деле. Увидим, посмотрим. Как вам, кстати, кажется, вот тот перенесенный матч с Краснодаром, лучше бы, чтобы он прошел по расписанию, а кубок был уже потом? Или все-таки... Нет, я бы как раз, это хорошо, что не сыграли с ними. Да? Да, я считаю, что хорошо, что с ними не сыграли, потому что никто не знает, какой был бы результат и к чему потом бы это привело бы. И там вот тот же Енисей, и потом Химки, и Спартак, и ЦСКА, знаете, все-таки, что бог не делает, все к лучшему. Посмотрим дальше. Все равно, что эта игра как рано или поздно состоится, но хотелось бы, чтобы у ребят после там, опять же, Енисея, ну, был больше позитивчик. А тогда, я думаю, игра будет намного интереснее. Да, учитывая, что Краснодар теперь будет совершенно другим, многие, наверное, слышали про проблему Краснодара с составом, там он был бы, конечно, с легионерами гораздо сильнее, сейчас, может быть, Локомотиву в этом смысле немножко подвезло. Напоминаем, что ООО РЖТ генеральный спонсор футбольного клуба Локомотив Москва. Ну и действительно, Олег Вячеславович сказал главную фразу, всегда после тьмы идет солнце. Это солнце, будем сейчас считать, что это матч с Химками. Встретимся с вами в перерыве, ну и хочется верить, что уже к этому времени будет чему поулыбаться. Да, совершенно верно. Хотелось бы поулыбаться, и чтобы солнце все ярче и ярче светило над Локомотивом. Смотрим футбол. Локомотив Химки буквально через несколько минут встретимся в перерыве и после матча. Друзья, перерыв матча Локомотив Химки. Счет 2-1 в пользу Локомотива. И несмотря на то, что Локомотив начал с пропущенного мяча, затем все пошло как надо. По-прежнему здесь с вами в студии Михаил Миламед, Олег Вячеславович Елышев. Олег Вячеславович, ну мне кажется, лучших экспертов, ну или прогнозистов, чем мы с вами, просто не найти. Ну все, о чем мы обсудили, вот все оно так и есть. Да, хотелось бы, чтобы на этом тоне мы и закончили и игру, и чтобы у нас все сложилось бы. Одно радует, что не расклеились после пропущенного мяча. Молодцы, быстро отыгрались. Опять же, как мы и говорили перед игрой, ну Дима Баринов передачу сделал. Две. Ну первую-то это вообще. Сверху было видно, ну гениальная передача, исполнение все это. Здорово, все здорово. Пока идет, может быть игра не так смотрится, как бы красиво, там много передач, забегания. Но как мы и говорили, что давлеет результат, нужен результат. На данный момент нужны три очка Локомотиву. Пока мы справляемся, посмотрим, как будет развиваться второй тайм. Но пока более-менее все складывается в пользу Локомотива. Ну смотрите, давайте еще раз. Две голевые Баринов. Мы сказали про то, что это передача из глубины. Он это умеет делать и он это делает. Мы говорили, что Фонбет дает хороший коэффициент на гол Изидора. Кто поставил, тот уже не прогадал. Еще осталась там штанга-перекладина. Еще перекладина или штанга, да. Для полного счастья, да. Потом что? Про красные карточки мы говорили. У Химов третье удаление за два матча. Ну как? Я думаю, эмоции перехлестывают. Видимо, и тренер говорит, что надо борьбы. У некоторых ребят, конечно, эмоции перехлестывают. Хотят сыграть как лучше, а получается немножко переборы. Из-за этого они и появляются, эти красные карточки. Я не думаю, что это к хорошему что-то рано или поздно приведет, но за две игры, три, это уже, мне кажется, очень много. Почему Жирков так рано поле покинул? Я думаю, там какая-то микротравма все-таки. То есть не по тактическим? Я думаю, что нет. Я думаю, какой-то, может, какой-то дискомфорт что-то он почувствовал. Все-таки, я бы не сказал бы, опять же, не люблю это слово возрастной игрок, но чувствуется, может, какой-то микронадрывчик что-то там произошло. Из-за этого его Сергей Юран, наверное, и пожалел и поменял. Я думаю так, а как там на самом деле? Ну, скажут, наверное, после игры, что там произошло. Гол, который забил ворота локомотива Ламкель-Зе, плюс несколько еще было таких передач в разрез, в том числе от Глушакова, бывшего игрока локомотива. Есть небольшое опасение? Давайте просто, чтобы не обольщаться, какие-то вещи будем подчеркивать, что в обороне были моменты, когда было... Да, там Денис, конечно, разрезающий отдавал передачи и продольный. Здесь надо быть просто внимательным, я так понимаю, крайним защитничком, потому что где-то они упускают эти вот моментики. То есть надо быть немножко повнимательнее. Также и подсказ ворота должен быть обязательно от Худякова. Посмотрим, я думаю, что тренеры это все увидели, может, сейчас подскажут. Но вот в этих моментах надо, конечно, быть немножко аккуратненьким. Еще момент, да, мы с вами обсуждали, Олег Вячеславович, что химки могут играть сзади, и локомотив будет очень сложно взламывать. Но химки предлагают играть в открытый футбол, тоже сами не просят поатаковать. И это, наверное, навык локомотиву, потому что и Кухта мы видели, и Изюдор, там перемещаются много пространства, есть где разбежаться. Да, есть такие моментики, но это уже зависит сейчас от центральной зоны локомотива, от того же Рефата Жемалединова. Где-то находить вот эти коридорчики для быстрых нападающих, потому что и Кухта бежит, и бежит, конечно, и гол забил Вильсон, Вильсон. Вот хорошие вот эти вот такие моментики, надо ими пользоваться. Я думаю, что во втором тайме, где-то после 70-й минуты, это еще будет видно больше, потому что если счет будет так же, и идти 2-1 в локомотиве будет выигрывать, я думаю, что химки к концу игры будут все больше раскрываться, потому что, еще раз повторяю, им нужен результат химкам, обязательно нужен результат, так и одной, как и другой команде. Но они уже в десятером, как тут раскрываться? Ну, это будет тяжело, но как-то надо выходить из этого. Может быть, будут играть на ответных атаках. Главное, чтобы локомотив не сел, не держал вот это преимущество в один мяч. Вот это, мне кажется, будет ошибкой. Все-таки где-то надо встречать игроков, где-то в центральной зоне спокойненько, компактно, и играть на ответных атаках, на быстрых. Давайте посмотрим на статистику, какие здесь цифры, ну, прежде всего, количество ударов и ударов в створ, то есть игра действительно смотрится, она интересная, и были моменты, когда и Данилу Худякову приходилось в игру вступать на выходах и так далее. Ну, и красные и желтые карточки тоже, все преимущество Химок. Да, ну, в принципе, по другим компонентам вроде бы все одинаково, тут и нету таких, как бы, больших разногласий. А вот желтые и красные, да, вот Химки еще трое, грубо говоря, висят на желтых. Тут тоже надо будет смотреть им старшему тренеру, как там будут происходить моментики эти. У Локомотива с этим все нормально, я говорю, надо продолжать, продолжать такую же игру. Вообще любопытно, что на желтой остался у Химок висеть только Кирилл Баженов, потому что Жирков уже заменен, еще одна желтая карточка, ну, соответственно, это Виана, который уже удален, и еще карточка у Юрана. Ну, я думаю, что это не первая Сергея карточка. И не последняя. И не последняя, потому что он такой, например, эмоциональный, весь всегда в игре. Так и должно, наверное, быть, когда команда занимает, понимаете, внизу турнирной таблицы, хочется их подбадривать, а Сергей такой эмоциональный, он правильно делает, он все видит. Ему хочется, чтобы команда выиграла, и поэтому, конечно, есть немножко перехлесток. Ну, кстати, что касается, наверное, психологии, за которую, да, мы опасались, по поводу того, что из прошлого матча вот это все шлейфом перенесется, 0-4, вот эти неудачи. Мне кажется, что сегодня, ну, может быть, вначале как-то присутствовало, но потом испарилось. Вначале просто, конечно, немножко, наверное, все заволновались после пропущенного мяча и думали, может, сейчас обратно пойдет, как если не 7. Первое, второе. Ну, молодцы, говорю, хорошо, чтобы очень быстро отыгрались. Прекрасный пас Баринова и исполнение, оно немножко вдохновило, и тут же практически забили второй мяч, знаете, это дает уверенность игрокам. Я думаю, сейчас в перерыве еще какие-то ошибочки исправят, словесно, как должны играть. Я думаю, должны сегодня выиграть, должны, но все, дается, по крайней мере, дается, и преимущество в одного игрока есть. То есть, все в твоих руках, только не потеряй это, когда идешь. Насколько, ну, может быть, конечно, это слегка так полюбительски будет звучать, но, тем не менее, если на самом деле получается у Баринова вот так делать передачи, уже две такие прошли, может быть, ничего не выдумывать, просто отдавать мяч Баринову, он будет вот так вот своими вот этими пластерами туда направлять мяч, и пожалуйста. Ну, здесь у него просто есть больше времени на принятие решения, как он играет центрального защитника, одного из центральных, поэтому у него есть время увидеть. В опорной зоне того немножко поменьше всегда, но мне кажется, все-таки позиция его, это опорного полузащитника, где он делает большой объем работы, все это выстраивает, и как атаку, как и оборону. Ну, здесь на данный момент так и должно быть, пусть так и продолжается. Если он на этой позиции сегодня играет и в предыдущую игру играл, значит, правильно пока. Кстати, по поводу того, что нужно ли вообще сейчас что-то менять, вы вот говорите, что главное, чтобы Локомотив не отошел назад, но с точки зрения тактики или вообще замен каких-то, сейчас просто надо, если все себя хорошо чувствуют, выйти таким же составом или есть смысл какие-то перестановки делать? Ну, я думаю, по второму тайму мы сейчас увидим, я думаю, минуты на 70-е где-то вот так будут какие-то замены. Ну, по мне бы, мне казалось бы и хотелось бы, чтобы они, ну, зачем прессинговать тратить? Сейчас больше надо, в принципе, симкам. И их можно ловить, еще раз повторяю, на ответных атаках. Им сейчас больше надо будет. На одного игрока у них меньше будут зоны, понимаете, будут, все равно какие-то зоны будут. И ими надо пользоваться. Я думаю, там есть тренеры, которые это подскажут. Я думаю, они решат эту проблему. Давайте по запасу пробежимся просто к тому, что какие есть варианты, если что, кого выпустить на поле. Никита Матюнин, Андрей Савин, это два голкипера. Максим Нинахов, Артур Черный, Григорий Борисенко, Наир Тегнезян, Максим Петров, Кирилл Зинович, Дмитрий Рыбчинский и Никита Клынов. Ну, я думаю, скорее всего, Рыбчинский выйдет. Рано или поздно он выйдет. Мне так кажется. Я думаю, Тегнезян. Тегнезян, скорее всего. Я думаю, вот эти две замены, они, скорее всего, будут. А когда, на какой минуте, но то, что они будут, они дадут как раз. И один быстрый, и второй быстрый. Как раз это и понадобится именно где-то за 20 минут до конца игры. Они свеженькие, быстрые. Как раз вот эта скорость и понадобится в атакующих действиях локомотива. Интересная игра, получается, в том смысле, что и у Худякова есть работа. Да, он пропустил гол. Вины его, пожалуй, нет никакой в этом голе. Там уже Мампаси вышел. Ближний, это, опять же говорю, ну, это стечение обстоятельств. Знаете, Вартаря всегда можно, как бы, обвинять в том, что он пропустил в ближний угол. Я наоборот, к тому, что, ну, он уже вышел. Так получилось. Понимаете, не надо ни на кого, конечно, как бы, говорить какими-то словами. Он хотел, он же не хотел его пропустить. Ну, так просто получилось. Да, я к тому, что там до последнего боролись Ламкель и Мампаси, но... Ну, вышло так. Да, я считаю, что Вартаря можно чем-то... Ну, борьбу проиграл защитник. Да, конечно. То есть идет цепная, как бы, реакция. Надо отталкиваться от начальной стадии. Кто первый проиграл, потом уже ставить концов. И здесь просто с ближнего, ближнего расстояния попасть. Я к тому, что здорово, что в других моментах, там, подача с угловых, что дальше Худяков за это не зацепился. Он играет уверенно. В целом, есть моменты, где он... Есть характер устойчивый психологически. Молодец, молодец. Я могу, опять же, только похвалить его. Таких игроков, как он, талантливых. Их всегда надо поддерживать. Даже если где-то у них что-то не получается, надо всегда поддерживать. На это и есть и Дима Баринов, который капитан команды, должен поддерживать. Тем более, он своими действиями, своими передачами показывает, что он лидер. Он показывает, давайте все вместе, идем вперед. Выигрывать надо. Обязательно надо выигрывать. Что ж, друзья, пока 2-1. Перерыв заканчивается. Это значит, сейчас продолжится матч Локомотив-Химки. Химки будут играть весь тайм в десятером. Локомотив в полном составе и полон желания взять три очка. Давайте посмотрим, чем дело кончится. И после матча встретимся здесь, в студии. Ну что ж, друзья, 3-2. Локомотив выигрывает у Химок. В очень непростом матче в нем было все. И изменения счета и в одну, и в другую сторону. И незабитый пенальти. И голы первые для Изидора и Кухты. В общем, много всего интересного. Но главное, что Локомотив набирает три очка. Три очка, как сказал правильно, Олег Вячеславович, не пахнут. Олег Вячеславович, с победой вас. Да, спасибо. Селитесь эмоциями и впечатлениями. Спасибо и всех болельщиков, всех, которые переживают за Локомотив с победой. Тяжелый. Но, тем не менее, три очка – это три шага вперед. Чем ничья и один шаг вперед. Ну и давайте по игре немножко. Сколько она нервов сегодня вытрепала, потому что было все подряд. Ну, вроде бы ничего такого не предвещало. 2-1. Вроде бы преимущество, и как и игровое, так и численное было у Локомотива. Ну, немножко смазали, да, там второй гол. Симок немножечко начал, как говорится, сомнения начали прибираться в голову, что, не дай бог, так и останется. Ну, слава богу, что забили третий мяч. Прекрасная передача Рефата. Просто гениальная, я бы так сказал бы, передача. Исполнение 3-2. Тяжело, тяжело. Но все равно мы победили, как мы и говорили, в один мяч. Пусть будет 3-2, 2-1. Главное – это победа. Это вселяет надежду на следующие игры. Пенальти, жалко, не забил Рефата. Пенальти – это лотерея. Кто-то один и забивает, кто-то его отбивает. Значит, воротарь в этом эпизоде сыграл лучше, чем бьющий игрок. Ну, а в целом, наверное, сегодня стоит отдельно похвалить и Кухту, и Изидора, потому что первые голы за Локомотив, и сразу ее одного-второго в этой встрече. Мы говорили про коэффициенты, сегодня практически все. Кроме штанги. Штанги и перекладины не было, да? Ну, это слишком рисковый был вариант у Фонбет, но он и хорошо стоил. Ну, а гол Кухты мы увидели, гол Изидора мы увидели. Ну, то есть, пенальти увидели. Пенальти увидели. Ну, только не забили его там, Рефат не забил, да. Ну, воротарь хорошо сыграл. А так все, что мы, в принципе, говорили до игры, оно так сложилось. И результат тоже. В один мяч Локомотив выиграл. Пусть он будет там 10-9, там, как угодно. На один мяч мы больше забили. И выиграли. Это здорово. Я считаю, здорово. Три очка. Очки не пахнут. Шаг, три шага вперед. Ну, вот этот товарищ, конечно, нападающий из Химок, Ламкель-Зе, он сегодня заставил оборону потрудиться? Сегодня, да. Заставил он, конечно, немножко и понервничать, и защитников наших хоть немножко там. Ну, нападающий фактурный, хорошо играет корпусом и бьет здорово. Ну, и забил два. Значит, хорошее приобретение у Химок. Ну, это их, как бы, планы дальнейшие. Главное, Локомотивские планы. Опять же, повторяемся, три очка и готовимся к следующей игре дома. Две игры будут очень тяжелых, интересных, опять же. Как подготовиться? Посмотрим. Ну, получается, Локомотив сейчас на пятую строчку перемещается. Что, конечно, выглядит гораздо лучше, чем до этого тура. У Локомотива 31 очко, впереди Сочи 34 и ЦСКА 36. Ну, и тут важно, с кем следующий матч. Ну, вот, пожалуйста, будут стыковые ЦСКА. Вот, пожалуйста, там будет как раз расклад такой, кто идет выше турнирной таблицы и кто там в троечку будет. Потому что ясно, что «Зенит» и «Динамо», они, я так понимаю, будут играть между собой. Ну, и по составу, и по игре. На данный момент, хотел бы сказать. ЦСКА, Сочи, Локомотив – это те команды, которые должны, как бы, вклиниться в эту борьбу. Третье, четвертое место, которое дает, если это все будет у нас путевку, как говорится. Как вам кажется, сейчас команда выдохнула после этого матча. Вот после матча с Енисеем сегодняшний результат позволит ей выдохнуть? Я думаю, да, но все-таки всегда это положительные моменты. Победа, она всегда дает уверенность, что мы все-таки можем, можем. Конечно, могут играть еще и лучше, но все со временем придет. Надо просто переосмыслить где-то какие-то ошибки, потому что они были. Какие? Про что речь? Ну, ошибки, опять же, и первый гол, когда забивал Химки, и второй гол. Там немножко несогласованность была. Ушел он очень здорово, когда второй гол забивал. Да, там был рикошет, немножко дезинформировал вратаря. Но, опять же, я говорю, над этим надо работать. В строй, может быть, попадут, опять же, травмированные игроки, которые должны все-таки... Дима Баринов должен играть, и, как бы, кто бы ни говорил, все-таки его позиция центральная. Здесь он нужен больше. Здесь он нужен больше, где он почищает он все. И атакует, и почищает. Мне кажется, это его позиция. Хотелось бы, чтобы центральные защитники, у кого там травмы или что там, ну, выходили просто. Будет более цельная игра тогда. Давайте посмотрим на статистику, на что здесь еще теперь обращаем внимание после второго тайма. Ну, по владению мячом примерное равенство, и Локомотив все-таки перебил соперника. И по ударам, в принципе, и по ударам. Ну, это удары, только смысл того, что на одного игрока меньше было у Химок. Поэтому, конечно, и моментов были у Локомотива и создавали. И поэтому и удары, и опасные моменты, если там посмотреть, и, конечно, было намного больше. Поэтому, да, они здесь и по статистике выигрывают. Хороший матч, насыщенный мы посмотрели. У Локомотива теперь впереди ЦСКА. ЦСКА мы видели уже по двум встречам в этом сезоне. Очень хорошее впечатление производит ЦСКА, особенно их легионеры. Турнирная таблица как раз, да. Легионеры, которых они приобрели, очень сильные ребята, индивидуально сильные. Я говорю, будет игра очень интересная. Как бы, пользуясь случаем, приходите, ребят, поддержать Локомотив к этой игре. Ваша поддержка будет очень нужна Локомотиву. Да, болельщиков мы, естественно, приглашаем. Хотелось бы, да. Я думаю, что это, наверное, центральный матч будет. Приходите, поддержите свою команду. Я думаю, будет на что посмотреть. Интересно, наверное, было бы посмотреть на многих молодых ребят сейчас в запасе. Их действительно немало. И, насколько вы знаете, вот из тех, кто есть сегодня в запасе, ну, прежде всего, из более молодых ребят. Ну, мне понравился сегодня Бабкин, Сергей, молодец. В центральной зоне. Не стеснялся, играл. Очень хорошо выиграл, особенно, когда мы смотрели сверху. Очень хорошо. Как остальные, ну, надо, опять же, смотреть по одной. Там двум играм очень тяжело как-то оценивать. Но то, что есть у них потенциал, это однозначно. Мне кажется, сегодня очень много было желаний. Вот это важно. Потому что получается, не получается, это другое. Плохо, когда руки опущены. А вот сегодня все в прессинг летели. Только теряли мяч сразу же отбирать. Буквально в подкатах. Ну, то есть у Локомотива было огромное желание. Оно и должно. Это вот очень хорошо. Когда есть желание, оно, все остальное, мастерство, это, оно потом придет. Без желания ничего не будет. То, что у ребят, у молодых есть желание борьбы. И главное, что есть желание выиграть. Это очень хорошо. Я думаю, что и в следующих играх это желание должно быть так же больше. Плюс добавлять, наконец, мастерство у старших ребят. Учиться, слушать их, смотреть, как они делают. Потому что они своей игрой, такой же, как Баринов, показывают, что давайте, ребята, вместе пойдем. И тогда положительный результат не заставит себя ждать. Давайте посмотрим на календарь. Локомотив в следующей игру, как мы сказали, проводит против московского ЦСКА. Дома. Затем Ахмат в гостях. Затем Спартак дома. То есть вот такой серьезный календарь. Ахмат-то тоже сейчас очень высоко. Да. То есть, ну, передохнуть, по сути, продышаться не удастся. Там серьезные очень соперники. Спартак, несмотря на место в таблице, все равно будет, конечно. Конечно. Ну, опять же говорю, тема интересна. И болельщикам тем же, и футболистам внутренний чемпионат он набирает потихонечку оборотики. Хорошие игры. Теперь только одно. Разбор, как, что, восстановление и идти дальше. Потому что ЦСКА будет, еще раз говорю, очень интересная игра. И мы как раз там посмотрим, как Локомотив после поражения и победы, пусть она будет немножко и тяжеленькая победа, но это все-таки победа. Как они восстановятся, как они подойдут к игре с ЦСКА. Надеюсь, что опять же будет все положительно. Что ж, друзья, и Олег Елышев, и я, Михаил Миломед, приглашаю вас на матч с московским ЦСКА. Болельщики, приходите на РЖД-арену, поддержите команду. Чем вас больше, тем она сильнее. Поверьте, это действительно так. Ну, а сегодня у вас всех с победой 3-2. Локомотив выигрывает у Химок. И, может быть, начинается та самая светлая полоса, о которой мы говорили. Будем на это рассчитывать. Всем спасибо. Всем доброго. Всего доброго.